Друзья, всем привет! Сегодня у нас новое поколение BMW 2 серии в кузове G42. Я вам покажу все комплектации, какие есть двигатели, пройдемся по ценам, ну и сделаем выводы. Поехали! Ну что, вот она новая двойка. Вы все знаете, наверное, вот, точнее, двойку Grand Coupe, которую все, наверное, плевались, когда она вышла, которая, по сути, является не настоящей BMW, которая находится на переднеприводной платформе, также там, где и BMW X1, соответственно. Но, к счастью, у нас появилась вот такая новая двойка. Это продолжение, соответственно, предыдущей серии, предыдущего поколения. И этот кузов называется BMW G42. Это кодовое название модели. Уже у многих блогеров автомобильных видео, что они выставляли фотографии этой модели и спрашивали свою аудиторию, как вам новая BMW 2, как вам передние фары, как вам задние фонари и тому подобное. Многие люди очень негативно высказались по поводу того, что фу, отстой. Но, как мне кажется, друзья, если вот заходить с точки зрения фаната BMW, хотя я не фанат марки, например, но я очень уважаю эти модели, в принципе, марку, да, она мне очень нравится в большинстве моделей, то вот как раз именно двойка, какая бы она ни была, например, ну вот, контроверсионный, какой бы ни был ее дизайн, ну спорный, да, то есть, но следует признать, что это настоящая BMW, потому что это платформа Klarna, которая у нас базируется и тройка, и пятерка. В базе автомобиль заднеприводный, опционально он имеет полный привод X-Drive, то есть, это трушная, интересная, спортивная машина, которая, в принципе, хотя имеет спорный дизайн, но при этом имеет все фирменные и фамильные черты BMW, но, естественно, с некоторыми внешними изменениями. По дизайну я не буду слишком уделять этому много внимания, потому что, мне кажется, дизайн это понятие довольно-таки спорное и очень субъективное. В данном случае мы пройдемся по некоторым характеристикам внешним, соответственно, как вы видите, у нас ноздри хоть и увеличились, но они не увеличились вертикально, то есть, они у нас расширились и, в принципе, смотрятся неплохо. У нас новый дизайн передней оптики, смотрится, кстати, очень круто, вот сейчас как бы уже вечер и, ну, реально, мне очень нравится, как внешне, ну, вот внешне смотрятся фонари. И, соответственно, у нас диодная, естественно, оптика, у нас одна вот такая монолинза находится, выпуклая BMW LED, красивая, конечно, оптика, такая вот 3D-шные ходовые огни. Дальше у нас здесь функциональные заборники воздуха находятся по бокам бампера, по краям бампера. Вот эти вот отверстия, они как раз, к сожалению, не функциональны, то есть, это у нас обычная заглушка пластиковая, лакированная. У нас активная решетка, активные ноздри, соответственно, они могут открываться, они могут закрываться, в зависимости от термоменеджмента, если надо двигатель охладить, соответственно, они будут открываться. Если двигатель надо, наоборот, прогреть зимой, они будут закрыты. Здесь у вас опционально может находиться передняя камера, как видите, здесь сейчас заглушка находится. То есть, так-то автомобиль смотрится, ну, очень круто. Если посмотреть сбоку, у него длинный капот, то есть, в пропорциях машина очень интересно смотрится. Это не самая базовая модификация, хотя двигатель здесь самый базовый бензиновый. Что у нас сзади? Сзади у нас, конечно, вот эти вот спорные фонари. Вот такой вот дизайн. Они на самом деле смотрятся ярче, просто камера не передает. Так же, как и у X-Stream, помните, который я вам показывал нового 2022 года. У нас здесь вот такой вот черный диффузор, раздвоенный выхлоп. Ну, машина смотрится интересно. Не знаю, мне дизайн реально нравится. То есть, не обратите внимание, здесь как раз у нас надпись BMW. 3D вот такие вот диодные фонари. Ну, очень похожи по своим изгибам на новую X-3. И в живом, хочу сказать, машина, ну, довольно интересно смотрится. Это у нас премиум-версия. Соответственно, здесь есть огромный люк сдвижной. Двери у нас, соответственно, безрамочные. Это тоже плюс. Прошу обратить внимание на ручки. То есть, дизайн ручек у нас не такой, как у всех BMW. В этом 3-й, 5-й серии они вот такие вот идут заподлицо. По-моему, такие же на Гранд Турере. Тоже подсветка. Но безрамочные двери это всегда классный внешний вид. Вот, соответственно, смотрится, конечно. Ну, вот касательно дизайна у меня вообще никаких вопросов здесь нет. Это американская версия, поэтому вы здесь видите катафото эти оранжевые. Давайте посмотрим на диски. Диски у нас 19-го диаметра. Bridgestone резина. К сожалению, здесь плавающая скоба. Здесь нет у нас вот таких мощных четырехпорчневых суппортов. Но, опять-таки, модель базовая. Это 230-я версии премиум. В общем, сейчас обойду, покажу вам. К внешке у меня вообще никаких претензий нет. Лично мое субъективное мнение. То, что модель смотрится довольно-таки интересно. И, поверьте, это лучше, чем вот эта двойка Гранд Турер. Не Гранд Турер, а Гранд Купе, как она называется. Постоянная пута. Ну, в общем, на переднеприводной платформе вот как машина смотрится в профиль. Посмотрите, длинный капот, короткие свесы. То есть, короткий передний свес довольно-таки. И чуть-чуть больше задний. То есть, ну, машина смотрится действительно очень симпатично. Класс, мне нравится. Ребят, вживую фонари намного лучше смотрятся, чем на картинках. Не, вот сейчас попробую с этого ракурса вам показать. Вот так это выглядит. Соответственно, модель 230. Дальше. Соответственно, двигатели у нас здесь есть две модели на американском рынке. Это двухлитровый бензиновый турбодвигатель мощностью 250 лошадиных сил. И этот двигатель у нас такой же, как, собственно, у тройки. Агрегатированный с восьмиступенчатым автоматом ZF. И такая машина вот примерно стоит примерно где-то от 42 тысяч долларов. Есть еще, это B48 бензиновый агрегат. Есть еще у нас B58. Это модель M240i. С таким же двигателем, как у тройки. Выдает 382 лошадиных силы. Ну, а сами движки крутые. То есть, если тройка с таким двигателем на заднем приводе разгоняется за 5,8 до сотни, двойка, она будет чуть-чуть полегче. И я сейчас должен приложить как раз массу автомобиля и габариты. То двойка примерно с таким же двигателем разгоняется где-то за 5,6 около этого. Старшая модель M240i, она уже будет разгоняться за 4,2, по-моему. То есть, полный привод, 380 лошадей на ее вес, ну, просто шикарно. Она, конечно, будет немножко быстрее, где-то на 0,2, 0,3, чем M340 и, соответственно, чем M440 Coupé. Ну, понятное дело, по размерам она меньше. Двигатели разобрали. Дальше. Давайте я вам сейчас покажу Windows Sticker. Сколько эта машина конкретно, вот именно эта модификация стоит здесь в США. Вы поставите себе на паузу и посмотрите, сколько стоит и что сюда входит в комплектацию. Соответственно, это у нас 230 Coupé. Премиум пакет у нас здесь стоит, кстати, за 4 тысячи долларов, который включает подогрев рулевого колеса, подогрев сидения, обменятую подсветку в салоне, адаптивный Full LED фары, Head-Up дисплей и расширенную приборку у нас цифровую, потому что в базе у этих автомобилей, насколько я помню, цифровой приборки не будет. То есть в базе, по-моему, будут аналоговые шкалы. Это, собственно, расплата за вторую серию. То есть это так входная модель. 2 литра, да, Twin Scroll, все то же самое. Ну, в принципе, по технике один в один, как у тройки, платформа та же самая. Ну и смотрите, цена этого автомобиля в итоге 41,995. То есть базовая машина стоит 36,350 сверху цена. Плюс опции, плюс доставка. А, кстати, диски 19,783 стиль, опциональный 600 долларов. Итого 41,995. Ну, в общем, 42 тысячи у вас интересное спортивное заднеприводное купе, которое, собственно, ну, как мне кажется, выглядит круто. Особенно вот в таком белом цвете. Если вы хотите знать, сколько стоит M240, то M240 начинается примерно с 54 тысяч. И, по-моему, 54,500. Около этого это будет уже модификация на полном приводе X-Drive. Я точно цены приложу сюда. Вы сейчас должны увидеть. По комплектациям, в общем, разобрались. То есть, понятное дело, что в базе 230 это очень интересная модификация как раз для водителя. То есть, драйверская. Она будет легче, чем напичканная. Вот эта машина у нее будет поменьше 18 колеса стоять. Она будет легче. И с этим двигателем она будет ехать там свои паспортные примерно 5,6-5,7 секунд до сотни. То есть, чуть быстрее тройки. В плане дизайна, я опять-таки повторюсь, мне автомобиль очень нравится. То есть, смотрится реально гармонично и вживую. Нет какого-то ощущения. И вот эти ноздри, кстати. То есть, эти ноздри, они широкие, но они не растянутые вниз. И это огромный, кстати, плюс. Потому что машина тогда действительно очень странно, как по мне, смотрелась бы. То есть, они не пошли по пути тройки той же самой, то есть четверки. А остались верны более-менее еще своим старым традициям, если можно вообще так выразиться. Ну, в общем, высказывайте свое мнение, как вам эта машина. Передняя оптика у нее, в принципе, еще сносная, насколько я понял по отзывам. А задняя, ребята, она вот спорная. Но она сама по себе трехмерная. То есть, обратите внимание, эта штука, она не скрыта под каким-то общим колпаком. То есть, это вот фактически вот это вот 3D задние фонари. Они объемные. То есть, вот идет как бы корпус. Видите? То есть, ну, смотрится, блин, ну, ну, интересно. Кому-то, может, не нравится, но не знаю, мне нравится. И, кстати, заметьте, изгиб Хоффмайстера. Если в четверке его нет, и это очень странно. Многие говорили, блин, как можно было, да, фамильную, вот такую фирменную черту BMW убрать с купешкой четверки. То вот здесь она, пожалуйста, есть. И это заметили, кстати, многие. Ручки у нас теперь вот такие вот. Ну, собственно, как у Bechi Grand Coupe. Тоже с подсветкой. Естественно, без ключевой доступ. Все это есть. Здесь у нас, кстати, интересная вот такая подсветка. Цвет, по-моему, естественно, можно менять, насколько я помню. Ну, а ручка и все остальные органы управления такие же, собственно, как у тройки. Здесь своя ручка. Все обшито. Контрастная строчка. И у нас вот такой вот еще небольшой есть. Даже не знаю, как это вообще назвать. Вот такая вот выштамповка. Странная немножко форма. Мне кажется, лучше поставили вот просто вот такую вот. И все, без вот этого лишнего. Непонятно чего. Сидушка у нас здесь абсолютно базовая. Но при этом у нас механические подколенная поддержка есть. И электрифицирована у нас подушка и спинка. Собственно, как вы можете видеть, у нас само сидение имеет довольно развитую боковую поддержку. Это огромный плюс. Ну и, в принципе, во всем остальном... Давайте я присяду. Во всем остальном это тот же самый BMW, к которому мы все привыкли. Тройка, пятерка. У нас цифровой кокпит. Все то же самое. Соответственно, что у нас еще есть? Да, здесь у нас все покрыто пленочкой. Потому что машина уже продана под клиента. И вот пока она еще не уехала отсюда. Пробег 21 миля. Вот она белая. Кстати, цвет соответствует автомобиле на самом деле. Здесь у нас все то же самое, как и у тройки. Медиа, навигация, подключение телефона. Все это стандартно. Здесь навигация встроенная. Все то же самое меню. Меню настройки автомобиля. Здесь присутствует то же самое у нас белая машинка. Прорисовка шикарная. Регулировка подсветки. То есть вот можно выбрать цвет. Например, красный. Соответственно, вот у вас поменялась подсветка. Можно выбрать белый. Все это меняется динамически. Но все то же самое, в принципе, как и у остальных моделей марки. Настройки. Дверные замки. Шикарная анимация. То есть здесь вообще никаких вопросов нет. Настройки дисплея, отображения. Настройки хедап дисплея. Вон у нас как раз хедап дисплей. Симпатичная такая подсветка. То есть у нас подсветка амбиентная. Вот здесь в ручках. Вот здесь чуть ниже. В ногах то же самое. Здесь вот под крышкой тоже есть. Там у пассажира в ногах. И здесь. Сзади места у вас немного, ребят. Но я думаю, что если подвинуть передние сиденья, то небольшого роста взрослый пассажир поместится. Плюс у нас черный потолок. Огромный люк. Вот эти вставки, понятное дело, глянцевые. Пластиковые, но выглядят не дешево абсолютно. То есть здесь стандартная центральная консоль. Стандартная торпеда у нас. Все те же самые функции. Дополнительно, как я вам показал, по комплектации здесь есть подогрев сидений. Двухзоны климат, само собой, в базе. Дальше здесь у нас шифтер нашего восьмиступенчатого ZF. Sport Comfort Eco Pro. В М240 вот здесь. Вот где сейчас здесь ничего нет. Будет кнопка Adaptive. То есть там у него будут адаптивные амортизаторы. И расширенный Sport Plus режим с ланч-контролем. Естественно, это Auto Hold, электронный ручник. Ну и управление всей системой, в принципе, отсюда. ID7 или, собственно, с помощью тачскрина. Все очень отзывчиво. Ну, то есть здесь я не буду повторяться. Вы это видели миллион раз в других моделях. То есть вот это все один в один. Сидеть, кстати, очень-очень удобно. Очень удобно, потому что действительно боковая поддержка просто шикарная. Здесь у нас открытие багажника. Давайте я вам покажу. Багажный отсек, мне кажется, как для купешки, довольно-таки вместительный. Здесь также можно сложить спинки. С помощью вот этих рычагов у нас они складываются. И можно будет что-то там длинномерное перевести. Но, опять-таки, в этом автомобиле это не самое главное. Хотя стоит признать, что оформлено все очень аккуратно. Обшито у нас карпетом, ворсом. В общем, оформление багажника аккуратное. Тут придраться не к чему. Особенно учитывая кузов автомобиля. Я думаю, этого достаточно. Для каких-то поездок куда-то. С супругой там или с девушкой. Может быть, даже прихватить каких-нибудь друзей. Здесь у нас под подлокотником вот такая вот ниша. Такое вот. USB Type-C. Подсветочка. Ну, собственно, сюда вы можете положить, я не знаю, тот же самый телефон. Хотя для телефона место у вас предусмотрено там. Как раз надписью BMW. Это беспроводная зарядка. А сюда можете положить что-то более габаритное. Там маски сейчас актуально, салфетки и тому подобное. Сама крышка, она сапшита кожзамом. То есть, выглядит все добротно. В принципе, в плане материалов, в плане подгонки всего этого. Дверные карты, зазоры. Машина новая. Но я никаких вот каких-то таких вот проблем или там, я не знаю, стыков проблемных я здесь пока не вижу. То есть, сделано все достаточно добротно. В принципе, приятный интерьер. И приятные ощущения дарит автомобиль внутри. Помимо того, что он выглядит интересно снаружи. Чисто мое мнение такое. Ну, а вы пишите, как вам. Так, ну, а чтобы попасть на второй ряд, у вас сзади есть вот такая ручка. Вы, соответственно, откидываете и попадаете на второй ряд. Естественно, как я сказал, места там, на самом деле, конечно же, немного. Но при этом у вас начинает отъезжать максимально вперед переднее сидение. То есть, сюда, в принципе, можно зайти аккуратненько и присесть. В принципе, если вы небольшого роста и вы не будете занимать много места спереди в качестве водителя или в качестве переднего пассажира, сзади сядут там какие-нибудь две девушки, например. Или если вы с двумя там малыми детьми, то может быть даже дети поместятся. Конечно же, большие взрослые, высокие взрослые, они сюда не поместятся. Когда вы откинули обратно спинку переднего сидения, оно автоматически отъезжает назад до заданной позиции. И какая она была, собственно, до того, как вы ее откинули. То есть, в принципе, есть небольшая практичность, но я бы назвал это все-таки не четырехместным купешкой, а, наверное, формула посадочная здесь ближе 2 плюс 2. В общем, так выглядит у нас новая двойка. Кузов G42, повторюсь, машина от 37, давайте говорить, будет стоить 230. В Европе, кстати, уже появился дизель в продаже. Мотор B47, насколько я помню, 190 лошадиных сил. Но здесь в США у нас только бензин, поэтому у нас только бензиновые модификации. Ну и нормально, в принципе, потому что здесь дизель, в принципе, не признают люди. Я не знаю, почему. Хотя для такой машины я бы, конечно, выбирал исключительно только бензиновую версию. Цены озвучил, комплектацию озвучил, моторы озвучил. Машина, как видите, уже в продаже. Их разметают очень быстро. Это единственное уже купленное. Остальные тоже ожидают, но они по предзаказам их также самораскупают. Но, как видите, здесь дилер особо практически ничего не накинул. Это к тому, что сейчас проблема с чипами. Дилеры накидывают цены. То есть вот она, рекомендованная цена от производителя 41, да, 42. И, ну вот, единственное, да, там защита краски, стекла. И накачали шины азотом. Или как он называется? Нитроген. Ну, да. 43, 4, 43, 975. Ну, 44. Но это еще терпимо, ребята, вам скажу. 1980. С этим еще можно попробовать как-то поторговаться. Это еще не космос. Бывает, докидывают 5, 6, 10 вообще без проблем. Так что это еще, в принципе, адекватный ценник, я вам могу сказать. Учитывая, что это абсолютно новая модель, которая вот только-только пошла в продажу. Так что вот такая двойка. Мне машина очень нравится. Но по цене, ребят, это, конечно же, прямой конкурент тройки. И если люди, вы практичные, прагматичные, вы, конечно, выберете там базовую тройку. Примерно за 41 тысячу долларов. Конечно, разница будет с базовой 230 без премиум пакета. Примерно 4,5-5 тысяч. Но при этом, если вы покупаете тройку, то вы, конечно, получаете больше места. Ну, и больше практичности. Но если, опять-таки, это вам не стоит как бы поперек горла, и вы можете позволить себе ее купить, там, вы без семьи и тому подобное, то почему нет? Что касается М240, то это будет 54. То есть это будет примерно дешевле, чем все-таки 340 тоже. По конкурентам это Мерс Сэшка Купе. Хотя, наверное, нет. Сэшка Купе все-таки будет побольше. Я даже не знаю, кстати, кто из конкурентов. Это СЛК. СЛК Мерседес. Это Ауди. ТТХу вряд ли сюда можно причислить. Хотя, я не знаю. Кстати, вот интересный вопрос. Кто конкурент этой машины? Какие из автомобилей, вы думаете, смогут конкурировать? Мне кажется, довольно-таки уникальный продукт по своей сути. Но вы пишите свои мысли по поводу этой машины в комментариях. Обязательно подискутируем. Надеюсь, я все темы покрыл. Машина достаточно интересная. И это совсем не то, что BMW Grand Coupe. Вот это настоящая все-таки BMW на заднеприводной платформе с опциональным полным приводом. Я надеюсь, вам этот обзор понравился. Обязательно подписывайтесь, ребята, на канал. Ставьте лайки, пишите комментарии, бейте в колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я буду вам показывать новые модели. И в будущем планирую в ближайшем снять новую четверку Grand Coupe. Тоже интересная модификация. А пока вот у нас новая двоечка на канале. Надеюсь, вам понравилось. Всем пока и хорошего дня!